Друзья, прошло уже больше месяца, как я тестирую новую магнитолу с диагональю 10,2 дюйма из Алиэкспресс. За это время у меня уже сложилось мнение, и в этом видео я расскажу про все плюсы и минусы данного устройства. Итак, ребята, магнитола стартует моментально после установки, включав замок зажигания. По его извлечению система переходит в ждущий энергосберегающий режим. Утечки тока практически нет, и даже когда авто три дня простояло в гараже, аккумулятор не разрядился. Это очень удобно. Отдельный жирный плюс за быстрый старт. Экран. Он реально крутой. Разрешение HD с IPS-матрицей для такой диагонали, я бы сказал, более чем. Ранее я думал, ну почему же не Full HD? Ведь на смартфоне разница заметна. Да все потому, что вы не сидите впритык к экрану и зачастую смотрите на него гораздо дальше, чем держа, например, тот же планшет или смартфон в руках. Я не так давно на границе в машине просидел 8 часов. Так вот, смотрел передачи, фильмы, ютуб, все отлично. Не бликует, ночью не слепит. Сочетание цветов вполне сбалансировано. Да и 10,2 дюйма просто огонь. Тач работает корректно, отзывчивый, управлять удобно. Все нужные иконки расположены в нижней части в доступности. Для любителей других тем есть еще три на выбор. Мне, конечно, понравилась больше всего та, которая установлена по умолчанию. Звук, друзья, он точно не хуже штатного свинга. У меня в авто 8 динамиков, новый усилитель в этой магнитоле вполне справляется с поставленной задачей. В этой версии уже предусмотрен многоуровневый эквалайзер, так что есть возможность подстроить для своих предпочтений. Хоть звук одна из самых важных составляющей, останавливаться на этом долго не буду. Он более чем нормальный. Единственный момент, что минимальная громкость из-за коробки слишком громкая. Как бы это странно не звучало. В настройках я уменьшил до максимума, точнее до минимума этот предел. Ситуация стала лучше. Но если совсем хотите, чтобы еле звучало, тогда можно убрать все полосы в эквалайзере и сделать пользовательский пресет. Продолжение следует... Навигация. Из Китая приехала с Navitel. Оперативной памяти, напомню, в магнитоле 4 гигабайта. Процессор восьмидерный Cortex-A53. Поэтому все летает, работает очень быстро, шустро, без заеданий, подвисаний, в реалтайм. Все отлично. И сама магнитола, кстати, работает просто превосходно. С этим вообще вопросов нет. Ни разу у меня не зависало и все было отлично. Если вы привыкли к другим, например, навигационным системам, то, конечно, можно установить их, без проблем переназначить по умолчанию для запуска вместо Navitel. Звук радио-мультимедиа не конфликтует с навигацией. Можно одновременно и Navi, и музыку слушать. С этим у вас проблем также не будет. В комплекте был OBD-адаптер и уже предустановленная программа Torque. При помощи данного приложения можно отслеживать множество параметров автомобиля. Причем любителям кастомизации здесь открываются огромные возможности. Все датчики меняются, шкала, круг, диаграмма, настраиваются размеры приборов, положение, вид, отображаемая информация. Можно менять темы, добавлять профили, отслеживать различные датчики, замерять разгон и скорость, считывать ошибки и так далее. В общем, на 10 дюймах, как видите, это вообще все круто смотрится. Я иногда запускаю как доп. датчики и отслеживаю показания. Настроил для себя один из рабочих столов вот таким вот образом. Для iPhone работает CarPlay. Для Android можно запустить Android Auto. Работает вместе с голосовыми командами. В некоторых случаях это действительно удобно. Более подробно про CarPlay есть отдельное видео на канале продавца. Работает неплохо и там все довольно-таки доступно и понятно написано и показано. Тема про Android есть на форуме FOPDA. Но, как видите, из моего видео также все работает. Окей, Google. Краматорск, улица Алексы Тихова, 13D. Показаны результаты по запросу. Краматорск, улица Алексы Тихова, 13D. Вдоль маршрута. Как вы понимаете, ребят, планформа Android позволяет много реализовать задуманного. Один из самых таких важных аксессуаров для себя заказал датчики давления в шинах и приемник, который подключается в USB и на экране при помощи программы. Типами S отображаться будут в состоянии моих колес. Реализацию и работоспособность покажу в следующих видео. Вообще я вывел для себя два USB под бардачок. Подключаю диск на 250 гигабайт и все работает отлично. Мультимедиа вся воспроизводится. Для того, чтобы зайти в дополнительные настройки, нужно ввести код 3368. В этом меню можно выбирать логотип загрузки, настраивать цвет подсветки или принудительно ее включать на постоянной основе. Активировать подключение внешнего 4G модема. Кстати, о сети Wi-Fi. Сигнал отличный. На улице и в гараже, и из дома прием есть. В дороге я раздаю интернет через телефон, включая режим точки доступа. При помощи CAN-адаптера на экране выводится вся информация о состоянии работы климат-контроля, открытии дверей багажника, капота. То есть все это в целом смотрится как полноценное штатное устройство. Можно это отключить, если оно вам мешает. Еще из моментов таких приятных положительных, можно подрубить внешний TV-тюнер USB, включать автоматическое обновление, произвести калибровку дисплея и другие функции. Обычному пользователю, конечно, из коробки все будет настроено. Но ведь мы знаем, что многие любят покопать настройки и произвести кастомизацию. Вообще, конечно, можно рассказывать очень долго об этой магнитории. Но я думаю, что Android-устройство вы уже все знаете и все можно туда устанавливать практически большинство приложений из Play Маркета. Вообще, в целом, я на 90% реально доволен. Машина с таким устройством не только смотрится лучше, но и выглядит по-другому. Замечают все эту обновку и у меня самого глаз радуется. Китайцы смогли сделать достойнейшую альтернативу того, что есть на рынке внутри страны и однозначно, так сказать, переплюнуть производителя. Безусловно, есть возможность использовать как hands-free подключать внешний микрофон, который идет в комплекте, или использовать встроенный. Подключать различные Bluetooth-устройства, воспроизводить музыку со смартфона, инсталлировать сторонние приложения, ведь это же Android, из которых мне больше всего нравится этот Dynamic Pro. Прям мечта из детства, как из фильма «Форсаж» – многополосный звуковой спектр. Смотрится все это, ну, очень круто. Но я разочарован, друзья, разочарован и расстроен больше всего тем моментом, что в моей машине нет мультируля. Это меня сейчас не только дико бесит, но еще и заставляет отвлекаться от дороги, что совсем нехорошо. Поэтому я ищу варианты, как бы, для своего автомобиля его приобрести. Нашел человека на Drive-to-Ru, но там беда с оплатой и переводом денег. Для моей машины нужно брать подрулевой блок и руль и подушку. Официалы в городе вообще сказали такой трэш. «Четыре тысячи долларов тебе за установку. Я молча странно на них глянул, развернулся и ушел. Из России ко мне в Украину вроде как есть вариант за пятьсот. Но что-то товарищ не спешит с помощью. По Украине не могу найти для моей машины. Так что если кто-то может помочь с подбором, поиском, установкой, буду рад. Пишите в Инстаграм, ВКонтакте, на почту. В общем, все контакты под видео. Колхозить накладные кнопки или Bluetooth-передатчики – есть, конечно, такой вариант. Но вот вообще не хочется этого делать. Вообще не хочется. Еще один маленький минус. При регулировке громкости через ползунок на экране бывают рывки. Неплавно регулируется. Но, возможно, при управлении посредством кнопок на руле этого заметно совсем не будет. Сейчас товарищ из этого же магазина, мой друг, по несчастью, в связи с отсутствием кнопок на руле, взял себе с поворотными регуляторами похожую модель. Я по приезду сделаю обзор, если вам интересно. А еще в 2009 году при покупке машины в автосалоне я сразу решился на смену штатного свинга. Это была реальная дичь этот свинг. Так что вот уже 10 лет я езжу с китайцами и ни разу не пожалел о покупках и установке. Но вот эта модель на начало 2019 года реально лучшая. У продавца есть других и модели для других марок. Смотрите список, дополняется или пишите ему на почту. Мне на почту будем искать для вашей машины. Подписывайтесь, друзья, чтобы не потеряться и ничего не пропускать. С пальцами вы знаете, что делать. И кэшбэк активируйте, ссылка самая первая под видео. Спасибо всем за просмотр. Канал не только о посылках из Китая. Я Белозеров Игорь. Не прощаюсь. Ну что ж, друзья, вещь действительно крутая, радует глаз. Огромнейший 10-дюймовый экранчик IPS смотрится. Ну шикарнейший вообще выглядит супер. Машинка преобразилась и действительно выглядит здоровски. Так что я очень доволен.